Дмитрия Марьянова не стала осенью 2017 года. В последние дни жизни мужчина лечился от алкоголизма в реабилитационном центре «Феникс». Туда актёр отправился по настоянию супруги Ксении Биг. «Я начала бить в колокола, когда поняла, что проблема выходит за рамки моего контроля», вспоминала Биг. Однако борьба против зависимости обратилась страшной трагедией. Актёр резко почувствовал себя плохо. Его повезли в больницу, но мужчина скоропостижно умер на 47-м году жизни. Причиной смерти называют «оторвавшийся тромб». Позже в крови Марьянова обнаружили сильнодействующие препараты, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование длилось почти год. За это время проведено более 10 обысков и 6 экспертиз. Допрошены десятки свидетелей. Главной же подозреваемой являлась руководитель «Феникса» Оксана Богданова. Сегодня стали известны его итоги. Богдановой предъявлено обвинение в окончательной редакции в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. И оставление в опасности сообщило управление. Богдановой предъявлено обвинение. Кадры с передачи несмотря на то, что Богданова так и не признала свою вину, следователям удалось найти достаточное количество доказательств обратного. По версии следствия, артист неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге, но своевременной госпитализации не последовало. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра, сообщили следователи. Эксперты считают, что Марьянова можно было спасти, если бы директор откликнулась на просьбы актера. Кроме того, мужчине вводили препараты с неустановленными сроками годности. Богданова признавалась, что с момента трагедии ей часто поступают угрозы со стороны неизвестных. Ранее она озвучивала свою версию произошедшего, я не знаю, могу ли я говорить об этом. Когда Диму привезли, я сказала Ксении, что он неважно себя чувствует, ему нужна медицинская помощь. На что Биг ответила, что прекрасно знает, что нужно актеру, а все медицинские манипуляции были проведены дома. К ним приходил врач Делилась Богданов. По материалам Taskless Post 626 345 подписчиков.